Голден Очень хороший отзыв прислал Голден 8 часов назад О своем опыте лечения спины Несколько лет поболела спина, но терпимо Затем начались сильные воспаления Ночами не мог спать от боли Днем ходил как крючок, выпрямлялся с трудом Смотрите, это говорит о том, что спазм человека Скручило, то есть пошло и даже усыхание Томография, грыжа, протрузии Проанализировал и понял причины Это внутримышечные спазмы Которые привели к плохому питанию диску И как следствие их деформации Смотрите, внутримышечные спазмы Это не те мышцы, которые расположены Вот такие колбаски вдоль спины А это как раз те мышцы, которые держат позвонки Именно они могут просто-напросто уставать Потому что они постоянно находятся в каком-то напряжении Поддерживая наш стул То есть хочется или лечь Или какие-то вот такие вот различные движения сделать Чтобы часть расслабилась Часть напряглась То есть снять с них нагрузку Потому что когда постоянная статическая нагрузка Там в мышцах Естественно они вот так сжались И не питаются То есть спазм на самом деле страшное дело Так, далее И как следствие их деформации Спазмы от переохлаждения Несколько лет обливался водичкой Даже в 40 градусов Морозы, белый шорт Значит смотрите Спазмы от переохлаждения Я вам уже говорил Что если у нас в мышцах накапливаются вещества Ну вот объяснял это Лучше всего говорить так Мышцы это своеобразный холодец такой Более плотный, менее плотный То вот когда в них накапливаются вот эти вещества То Они теряют Свои характеристики То есть эластичные По ним уже хуже течет кровь И Любое переохлаждение Переохлаждение способствует тому Что там Гель этот Холодец Загустевает еще больше Делается спазм И в таком естественно холодце Нарушается любое И питание И оно не это То есть здесь смотрите Надо очень Относиться К процедурам закаливания Очень и очень осторожно Любое такое переохлаждение Может привести вот к таким результатам А они сплошь и рядом Даже у тех кто и не закаливается Еще перегрузки физические И порой психологические Психологические тоже Если психологическая какая-то Ну проблема Человек знаете Ну грубо говоря Вот Психология То есть вы хотите сделать какое-то движение Ну например Я все Привожу пример Это там удар Вот сейчас я как дам Как дам там Да То есть мышцы уже находятся Так сказать На взводе Ждут команды Они уже Тонически готовы К движению Да Они уже Поднапряжены Но это делать нельзя То есть какое-то раздражение Которое вас раздражает Как то-то Ну бывает Недовольство Которое вы имеете Все это ведет к тому Что эти мышцы Еще больше Напрягаются А раз они напрягались Смотрите Вот они Вот так должны быть Да Грубо говоря И по ним нормально течет Там кровь Все такое Они Немножко вот так вот Сжались Жались Значит уже все Кровь Жидкости Текут хуже Естественно Питание Ерунда И они начинают Просто-напросто Высыхать Спазмироваться И высыхать Лечение Прикладел обливание Лучше закаливание Это прогрев в бане И прохладное обливание Прекрасно То есть создайте Контраст Чтобы не было Этого Остаточного явления Когда вы Окунулись Значит Вышли И у вас Остается Вот это вот Как бы сказать Спазм от холода А тут вы Разогрелись Окунулись Опять там Допустим Разогрелись Окунулись У вас расширение Сжатий У вас этого не будет Великолепно Далее Купил беговую дорожку Великая вещь Если грамотно Пользоваться И потихоньку На настучках Сначала Иду метров 200 Затем бегу Тихонько При этом Мысленно тянусь вверх Вот смотрите Что у нас там происходит Вот это великолепная вещь Которую Голден сказал Значит У нас под действием Усыхание Усыхание Да И вот спазмирование Спазмирование Что приводит к тому Вот эта мышечная оплетка Держит наш Позвоночный столб И когда она Значит Вот Ну будем говорить Спазмируется Она Ап Ап Так Притягивает Понимаете Притягивает То есть Зазор Между позвонками Становится Меньше Она может Выщелкивать Межпозвоночный диск Она может Закусывать Нервы Естественно Что ведет К болям И тут Важно Вот это вот Растянуть Расслабить Растянуть И для этого Какой он молодец Что он значит Делает На беговой дорожке Значит Потихоньку На носочках И тянется Вверх То есть Мысленно Те мышцы Которые Вот как бы сказать Прижаты Ну Путем Гравитации Он их Осознанно Вытягивает Вверх Это очень хорошо То есть Ведет Разблокировку Вот На носочках Да Потом Метров Двести Потихонечку Бежит При этом Мысленно Тянется Вверх Да Когда вы Идете Мысленно Вот сюда Вот как будто Вас подвесили И вы Тянетесь Вверх Тем самым Вы знаете Не просто Вот как Сел Так И все Там у вас Свалилось На Нижележащую Отделу Позвоночника И И сплющилось Да А вы Вот Именно Придавайте Тонус Тому Что Вот так Вот сидите И себя Вытягиваете Это Очень важно Тогда Вот эти Все Процессы Сжатия Ну Будем Говорят Идут Намного Медленнее А может Вообще Даже И Перестает Идти Так В этом Процессе Я Разъебаюсь Хорошо Разъебания Различны Способствуют Тому Что Надо Подвижность Восстановить Потому что В этом Отделе У нас Практически Очень малая Подвижность Особенно У взрослого Человека Раз подвижности Нет Значит Застой Застой Плохое Питание Плохое Питание Сжалось Все И спина Разболилась Так Пробежал Километр Прогрев И напитал Прогрев И напитал Поясничный Отдел Свежей Кровью Видите Что Как Здесь Применяется Мудрость Древних Врачевателей Что Мысль Ведет Кров Кров Нам дает И теплоту Питательные Вещества Которые Способствуют Тому Что Эта Часть Тела Где Идет Усиленное Кровообращение Начинает Восстанавливаться Начинает Она Выздоравливать Приседаю Делаю Наклоны Вперед Назад То есть Да Важно Разогреть Потому что Если Вы Не разогрели Вот эти Мышцы А Начинаете Что-то Делать Чаще всего Когда У нас Это все Возникает Когда Мы что-то Делаем Ну Сидели Сидели Потом Наклонились Или Неожиданно Что-то Сделали Тоже Долго Пребывая В одной Позе Мы Это С нее Сразу Делаем Какое-то Другое Движение И мышцы Которые В этой Позе Они уже Знаете Вот так Вот В каком-то Слегка Спазмированном Состоянии Потом Это еще Сделали Какой-то Наклон Они Значит Одна Растянулась Другая Не Растянулась Зажали И Пожалуйста Такое Возникло Значит Обязательно Только После того Как вы Хорошенько Все это Дело Размяли Начинаете Делать Упражнение Руки За спиной Далее Пресс Вверх Низ Затем Встаю На колени Беру в руки Ролик И катаю Помните И катаю Это уже Более Статическое Вернее Упражнение Направлено На Вот эти Мышцы Которые Держат Позвоночный Стол То есть Тут вы Не разъебаетесь Не сгибаетесь А как раз Станируете Вот эти мышцы Когда Прокатываете Ролик То есть Вы их Укрепляете Да Все это Делаю Под любимым Музыком Конечно Надо создать Такой Эмоциональный Настрой Который Как я говорю Эмоциональный Настрой Он поднимает Энергетику Которая Начинает Вести Целительный Процесс А чтобы Это вызвать Повызти Себе Эмоциональное Состояние Например С помощью Музыки И вот Через Несколько Дней Почувствовал Значительное Облегчение Потому что Правильно Стал делать Правильно Стал делать Видите как Не пошел Облегчающий Какие-то Уколы Мы тебе Это Сделаем Уколы А процесс Идет Все это Плющится Все это Не растягивается Все это Спазмируется Просто Мы тебе Боль Устраним А дальше Вроде бы Прошло А Оно Еще Сильнее Так Дальше Значит Пресс Верхнее Затем Стоим На колени Ага Ролик И катаю Так Это Отлично Все Под Любимую Музыку Через Несколько Дней Почувствовало Значительное Облегчение И мы Поняли За счет Чего Это Произошло За счет Правильного Значит Правильного Воздействия На Участок Своего Организма Который Начал Сдавать А именно Поясничный Отдел Позвоночника И неправильно Когда просто У вас Боль Отняли Значит Этими Какими-то Вещами А дальше Все Так же У вас Осталось Через Несколько Некоторое Время Лекарство Грубо говоря У вас Выветрилось Боль Опять Еще хуже Еще хуже Еще хуже А его Не знаете Делать Совсем Так Стал Выпивать По одному Два Сырых Яйца В день Значит Сырые Яйца В день Как раз Тот Свежий Белок Да и Вообще Что такое Яйцо Куриное Яйцо Это Грубо говоря В нем Заключено Все Что Надо Для построения Цыпленка То есть Грубо говоря Там есть И Вещества С которых Делается Кости Связки Кожа Мышцы То есть Это вот Вернее То питание Которое Надо Оно Сразу же Будет Восстанавливать И Оно Действительно Свежее Там И Как говорится И ферменты Есть И все 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 Переваривается Высваивается И идет Туда Куда Надо Вечером Стал Делать Комплекс Растяжек Сам Разработал Значит 30-40 минут Великолепно Именно Вот Смотрите Мы Растяжками Обычно Не занимаемся Вот Я Сижу Перед Вами Что Со мной Происходит Со мной Происходит Потихонечку Как бы Я не Старался Чтобы Я там Не делал Потихонечку Плющится Все Так И Гравитация Действует На Нас Грубо Щеки Отвисают Здесь Все Это У нас Отвисает И так далее И тому подобное И Здесь То она Отвисает А там То она Плющится Плющится Прессуется А нам Важно Растянуть Вот эти Вот ткани Как бы Сказать Противостоят Вот этому Вредному Действию Гравитации Чтобы Опять Они Из плющенного Состояния Куда Ничего Не входит Они Превратились Вот В такое Подвижное Которое Можно Легко Напитывать Кровью То есть Мы Поступаем Как С губкой Вот Губка Стремится Сжаться Да Вот мышцы Как губка И там Межпозвоночные Диски Там Связка Сжалась И выжала Из себя Воду Выжала Она Стала Сухая И Че Да Ничего Хорошего А когда Мы растягиваем Она Наполняется Водой Так Точно Наши Мышцы Связки Межпозвоночные Диски Они Наполняются Кровью Питательной Жидкостью Кстати Допустим Межпозвоночные Диски Они Питаются За счет Того Что Они Во время Ходьбы Вот так Вот Рессорят Жались Растянулись Жались Растянулись И за счет Этого Напитывают Питательные Вещества И сохраняют Свою Целостость Если Мы Сели Это Все Знаете Вот Такое Состояние Так Вот Сплющилось Ничего Не питается В конце Концов Она Вообще Расплющилась И Позвонки Зажали Нервы И у нас Началось После Этого Горячий Душ По всему Позвоночнику И телу Конечно Великолепно Великолепно Понимаете Горячий Душ Мы Еще Дополнительно Делаем Ну будем говорить Прогрев Потому что Прогрев Улучшает Питание Всех Этих Тканей Поэтому С помощью Чего Мы можем Сделать Да Лучше Всего Конечно С помощью Горячего Душа По позвоночнику Раз Тело Пожалуйста Сделали Отличная Рекомендация Сажусь На кровать Наливаю В ладошку Немного Оливкового Масла Смазываю Поясницу Ложусь И втираю Массирую Костяшками Руки Вдоль Позвоночника То есть Насколько Хватает Настолько Человек И делает Молодец Масло Вот эта Область Поясницы У нас Особенно В пожилом Возрасте И в старом Возрасте И в среднем Возрасте Она Высыхает То есть Там Располагается Как раз Локализуется Жизненный Принцип Ветра Вот В области Прямой кишки Прямая кишка И все это Тут Копчик Таз И поясница Все это Тут Рядышком И вот Эта вот Сухость Ведет к тому Что все Это Обезвоживается Обезвоживается Высыхает И Все Высыхающее Вот так Вот Стягивается Масло Масло Именно Способствует Тому Особенно Оливковое масло Потому что По составу Жирных кислот Напоминает Наши Собственно Оно Способствует Тому Что Напитывает И как бы Раздвигает Эти ткани То есть Оно Создает Там Эластичность Дальше Растираю Массирую Чтоб лучше Вошло То есть Еще Когда мы Обращаемся С помощью Движений Какой-то Области Нашего Тела Оно Понимает Что Мы Заботимся О нем И начинает Откликаться Так Вот такое Лечение Все Через год Я можно сказать Был здоров Бегаю Прыгаю Гружу Раздружаю Улей Занимаюсь Пчеловодством Приезжайте За медом Куда приезжать Не знаю Сейчас этот комплекс Делаю Не часто Не обязательно Все и так нормально Действительно Вначале Конечно Надо Приложить усилия Для того Чтобы восстановиться А дальше Вы поддерживаете Себя Вы просто Себя Поддерживаете И Допустим Это все Делаете Раз Да можно Даже раз В неделю Делать Но упражнения Там Почаще Можно делать А вот Что касается Массажа Оливкова Она Все это Напитывается Уже Не можешь Постоянно Туда Впитываться Вот Все это Можно делать То есть Где-то Через день Через два дня Вы делаете Такие вещи Вот пример Того Как человек Избежал Того Что Люди Отдав Себя Вручив Своё здоровье Свою спину Пошли Вот Что бы Ему И сделали А вместо Этого Им Вкручивает Болты После чего Они не знают Как от боли Лучше умереть Чем это Некоторые говорят Второй раз Я такое не переживу Я лучше умру Нежели Опять Вот эту операцию Либо Либо Значит Вот Еще От вас Беспожмоночный Диск Вынут Потом Тут у вас Заполируют Поверхности Какую-нибудь Новую Там Вставят И Ааа Зашибись Это Это чужеродное Какое-то Оно не было Это чужеродное И организм С ним Не хочет Замодействовать Как вот Со своим собственным А со своим собственным Ну Говорит Создайте Условия Для Самовосстановления Голден Создал Вот он Говорит Супер Мой опыт И у него Получилось А чем Мы хуже Я всегда Когда Читаю Подобное Думаю Ну а чем Я хуже Да просто Тем Что В первую Очередь Я не знаю Ага Узнал Во вторую Очередь Чем я хуже Да тем Что я не могу Организовать Вот это Все То есть Свою жизнь Упорядочить Сам себя Дисциплинировать Ленюсь А еще болит Там не сильно А потом Когда сильно А вот это сделали А она совсем То есть Все это можно сделать Узнав Применив Не лениться Это все Дело Делать И со спиной Будет полный Порядок Так Да Чуть не забыл Пил и пью Периодами Молотую полы Она убивает Вредных Микроорганизмов Которые Способствуют Воспалению Прошло уже Шесть лет Я здоров Чего вам желаю Всех обнимаю Побежал Ремонтировать Урли Скоро Ведь весна Молодец Гольден Ну молодец Вот 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 Такой опыт Очень ценен Как и опыт Елизара Ашурова Который Рассказывает нам О Ну он О многом Рассказывает Ну в частности Вот Об этих Эфирных маслах То есть Можно вместо Полыни Допустим Применять Там Мам Эфирное масло Полыни Или же туда Втирать его Это тоже Интересная вещь Кстати Кстати Говоря о полыне О полыне Вот раньше Знаете Как поступали Для того Полынь Она Обладает Таким способом Вот У У нее Действие Летучее Летучее Облегчающее Несколько Охлаждающее Сухое И вот Когда Просто-напросто Полынь Срывали И подкладывали Себе Вместо Устилок В Это Под стопы Ног То Было Замечено Что Человек Гораздо Больше Может пройти И меньше Устает То есть Такими Качествами А если Вот эту Полыньку Масло Полыньки Додобавить Еще В Это В оливковое Масло Капельку Допустим Вот он Взял Там Сколько Там Чайную Ложечку Туда Капельку Масло Полынь Только Жик Втер Да еще Будет Получше Там Она Будет Действовать Ну Особо Особо Уликаться Не следует И вот Как раз Полынь Еще Чем Она Хороша Почему Молотая Полынь Проходя Через Весь Желудочно Кишечный Тракт Она Понимаете Вот Все Таки Ну Я Вот Как бы сказать У меня Такое мнение Создается Вот Масло Допустим Черного Отмина Употреблял И Один Эффект Был Но Когда Я Начал Употреблять Семена Черного Отмина В Гораздо Меньшем Количестве Эффект Стал Лучше То есть Я Хотел Чтобы У меня Заработал Желудочно Кишечный Тракт Особенно Толстый Кишечник До Толстого Кишечника Она Всасывалась В кровь И пошла Да Она В кровь Как Но Мое Чисто Наблюдение Какое-то Действие Не такое Как Хотелось Когда Идут Семена Вот Эти Семена Выделяют Душничок Свой Эфирные Масла По всему Тонкому Кишечнику Размакая По всему Толстому Кишечнику Где-то Там Залегая Полынная Пыль Эти Семена И так Далее И Все Это Там Они Протравливают Получился Совсем Друг Эффект То Браво Браво Голдену За Его Прекрасный Вот этот Отзыв О болях Позвоночника Особо Я хотел бы Сказать И браво Елизару Ашурову Он Молодец Вот Когда Я там Написал Про Сахарный Диабет И про То Что У человека Там Вырезали Аппендицит И все Остальное Он Очень Хорошо Там Расписал Поэтому Вы Внимательно Читайте Не только Мои Там Отзывы Смотрите Но и Люди Которые Подтянулись Которые Знают Которые Прошли Через Это И уже Умеют И у Которых Есть Счет Поучиться Я просто Знаете Начинаю Понимать Что действительно Не я один Делаю Это полезное Дело А Мы Начинаем Делать Очень полезное Дело Для всех Кто К нам Зайдет На конек Дело